Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Заботливая дочечка бежит навестить больную мамочку. Захватила Диана недавно купленный салат мимоза. Думаю, с чего бы такая щедрость? Тащит маме салат. Пасту с морепродуктами зажала. Сожрали с мужем сами. А салат, оказывается, Леша такой не любит. А куда его девать? Вот появился хороший повод выказать маме свое расположение. Угостить ее остатками салата. Что-то сегодня Диана не в форме. Вроде бы и свитерок одела яркий. Мне понравился этот свитер, когда она его еще себе только-только купила. Цвет приятный, освежающий, сердечки. В самом деле, девчачий свитер и повязка эта на голове у нее лучше смотрится, чем та другая белая. Которая, ну вот видно, что очень тугая и вид у нее какой-то непрезентабельный. А это и по погоде больше подходит. Она как бы тепленькая. А сейчас в шапке ходить без особой надобности не будешь. А если уши мерзнут, то такая повязка, палочка-выручалочка. Лицо у нее сегодня некрасивое. Я не знаю, замечали зрители у себя такие дни, но у меня тоже так бывает. Вроде бы тот же самый человек. И прическа нормально. Но вот черты лица будто не твои. Смотришь на себя в зеркало и не узнаешь. Но это реально некрасивое лицо становится. Вот я сегодня смотрю на Диану и отмечаю про себя, что у нее именно такой день. День неудачного лица или день некрасивого лица. Папа все так же продолжает отсутствовать. Находится в командировке. Мама продолжает себя плохо чувствовать. И Диана говорит о том, что надо маму проведать. Вот это слово надо, как по мне, так оно очень неуместное. Вроде бы как бы ее вынуждает это сделать. Но в принципе так и получилось. Если бы ее папа не попросил, она бы сама по собственной инициативе к маме и не подумала бы зайти. Поднимается она к маме на лифте и говорит, что у нее совершенно нет времени. Она очень загружена работой. Она и та вчера не пошла на нее, так как занималась мамой. Повела ее в поликлинику. Но сегодня она уже не может себе этого позволить. И ей обязательно нужно будет поехать. Планируется какое-то мероприятие, которое она должна снять. У нее еще сегодня было в планах две тренировки по танцам. Но она на них не успевает. И тут я опять подумала о том, ну зачем она за них цепляется, если у нее нет времени этим заниматься. Она и так не особо продвинулась в них. А если пропускать тренировки и не заниматься дома, ну тогда зачем забивать себе голову ими? Интересно, ей эти мысли приходят в голову, размышляет она над этим или нет. Пришла она к маме, сели за стол. У Иры аппетита нет. Диана положила ей немного салата. От добавки Ира категорически отказалась. Лучше ты, доченька, ешь побольше. Ты же совсем ничего не кушаешь. Ага, с чего Ира это взяла? У Дианы уже конкретный второй подбородок появился. На пустом месте, что ли? Ира вообще не смотрит ролики дочери. Не видит, что та постоянно что-то хомячит. Либо дома, либо в кафе. И я уверена, что это не все, что нам Диана показывает. Есть еще что-то, что остается, конечно же, за кадром. Ира приготовила крем-суп. Предложила Диане, но та отказалась. Сказала, что не любит крем-супы. У себя дома готовила, навернула целую тареляку и не говорила о том, что ей невкусно. И она их не любит. Даже зрителям советовала. Говорила, это очень вкусно, приготовьте. Такой же самый тыквенный суп. Диана вначале не показывала маму. Я надеялась, что сегодня она не будет ее снимать, так как вид у Иры болезненный. Но я ошиблась. Диана все-таки не смогла удержаться от того, чтобы не сделать контент на маме. Мамы рулят на обоих каналах. Что у Самвела, что у Дианы. Мне кажется, или Ира в самом деле осунулась и похудела. И глаза у нее какие-то больные и вымучены. Она так устала и не смотрит. Скорее всего, на самом деле она себя очень плохо чувствует. Как позже выяснилось, Ира не любит этот салат. Поэтому и отказывалась его есть. Она говорит, я люблю его готовить, но есть не люблю. Однако дочери отказать, как это сделал муж, она не смогла. И все-таки она его через силу, но ела. Ира угостила Диану очередной печенькой на свином жире. Она ее с радостью схватила, так как печенька ей очень понравилась. А у этой еще и обертка по цветовой гамме совпадает с ее свитером. И поскакала дальше по своим делам. Все. Фух. Мамочку навестили. Можно поставить галочку. Хорошая дочечка. В течение дня, пока Диана работала, она успела выпить кофе, купила себе стаканчик сладкой кукурузы. А Ира переживает, что доча голодает и ничего не ест. Можно подумать, она ходит и костями гремит. Такая тощая. Угу. Невеста кощей бессмертного. Уж то, что от еды и кофе Диана отказываться не собирается. Бежит она по улице, а мордочка вон какая круглая. Щеки, как у хомяка, из-за спины торчат. Так что зря Ира переживает. Она лучше бы думала о своем здоровье. С дочерью все в порядке. Диана кофе не только на улице умудряется попить, но и домой притащила. Раззява кофе принесла и уже на своей кухне его разлила. Всю кухню обляпала. Не съесть собака калача, пока его не покача. Чтоб добру не пропадать, надо было вместе с Лешей хотя бы со стола его слезать. С пола, ну так и быть, вытерли. Чего добру пропадать? Жертва контента. Рассказывает Диана, как это получилось. Ей же надо было сразу снять и полученную коробку с косметикой, и этот кофе. Какую-то мутила на композицию. Гнездилась, как курица на Сидоле. Пока, в общем, не перевернула один стаканчик с кофе. Когда она сказала, что так как один из стаканчиков она перевернула, а второй муж, поступив по-джентльменски, отдал его даме своего сердца. Я отнеслась к этим словам с неким недоверием. Насколько я уже узнала Лешу, в его стиле было бы сказать ей, извини, кошка, но свой напиток ты перевернула когтем, кривым своим. А этот я буду пить сам. А ты сиди, смотри, как я буду это делать. Можешь даже облизываться, но я тебе его не отдам. Чтобы в следующий раз ты думала головой, а не пятой точкой. И такого больше не повторялось. А тут она говорит, что он отдал ей. Все стало понятно, когда она сказала, что он этот напиток попросту не любит. Ну вот, теперь все звенья цепи на своем месте. Диана приглашает нас присоединиться к просмотру посылки с косметикой. Ой, как я это все люблю. Даже просто понаблюдать со стороны о том, что кто-то себе что-то покупает, какую именно косметику, как использует. Это очень интересно. Я первое время, когда только открыла для себя эту платформу YouTube, была подписана только исключительно на бьюти-блогеров. Они раньше пользовались бешеной популярностью. Недавно решила заглянуть на некоторые каналы и обнаружила, что сейчас многие из них стали мало кому интересны. Столько появилось новых каналов разных направлений, и зрители уже не сосредоточены на чем-то одном. Впрочем, я сужу по себе, что я смотрела только их, а потом со временем уже стала смотреть влоговые каналы. Зрители, возможно, сразу были рассеяны в своем, так сказать, внимании к блогерам, что они там конкретно показывают. Первый влоговый канал, который я стала смотреть, вот насколько я сейчас помню, это была девушка из Шадринска. Она сейчас, кажется, переехала, а может быть, там и живет, только квартиру сменила. Честно говоря, я периодически захожу на ее канал, но не настолько часто, чтобы следить за ее изменениями в жизни. Может быть, тоже кто-то ее смотрел. Лена, лайв, влог, что ли называется сейчас ее канал. Раньше он по-другому назывался. У нее двое детей. Так, для ориентира вам, что это точно про нее речь, Вадим и Кирилл, мужа Юра зовут. Возможно, кто-то из зрителей тоже натыкался на ее канал, а может быть, и смотрит до сих пор. У нее тоже такой, знаете, бьюти-канал был, но она параллельно еще и рассказывала о событиях из своей жизни. Так, вернемся к Диане ее покупочкам. Несколько недель назад Диана сказала, что у нее закончилась буквально вся косметика. Вот прям резко и уходовая, и декоративная. И парфюмы бум, и кончились. И она сразу предупреждала, что сейчас она пойдет и нагребет себе полную виртуальную корзину косметики. Так она и сделала. Спит у меня тут собакин под ногами. Накупила она в общем косметике на 5 тысяч. Товар из среднего сегмента, говорит Диана, но в сумме это вылилось на кругленькую для нее сумму. Тратить ее ей было неприятно, а вот смотреть уже полученную продукцию очень даже. Я когда увидела, что у нее ролик практически на 18 минут, еще удивилась, думаю, что она такого там будет показывать и рассказывать. Обычно ролики с большой натяжкой у нее выходят минут на 10. А здесь практически в два раза дольше. Когда она начала требушить посылку, я обратила внимание на таймер. С 8 минут она начала показывать эту посылочку. Все ясно. Значит, до конца влога она будет вытаскивать по одному товару, объяснять, что это такое, зачем она это купила, каждый раз беря в руки чек и рассказывая, сколько же это все стоило. Диана, конечно, не бьюти-блогер, это очень заметно, но не умеет она вкусно так рассказать о товаре, преподнести его таким образом, чтобы захотелось приобрести себе такой же. Ну что ж, каждому, как говорится, свое. Возможно, реклама еды у нее получается лучше, если работодатель доволен, значит его все устраивает. В основном Диана заказала себе уходовую косметику. Маска от черных точек. Хочется ей найти средство, с помощью которого она могла бы избавиться от этой проблемы самостоятельно. Хотя и прекрасно понимает, что избавиться от нее навсегда у нее не получится. И вот она обратила внимание на это средство, в надежде, что оно ей поможет. Ну, посмотрим. После того, как она им воспользуется, какой отзыв она ей оставит об этом средстве. Также она заказала себе несколько умывалок для лица. Сыворотком для того, чтобы лицо выглядело свежее. Взяла даже две. Одну для утреннего использования, другую для вечернего. Глядя на то, в каком состоянии кожи Дианы, я бы не сказала, что эта косметика ей сильно помогает. Лицо отекшее и кожа имеет уставший вид. На состояние кожи очень хорошо влияет жизнь, которую ведет человек. Если она нервничает и поздно ложится спать, а это так и есть, Диана сама об этом говорит. Да еще она и такая неразборчивая в питании, но никакой косметикой это не справит. Было бы гораздо лучше, если бы она высыпалась. И тогда бы ей не понадобилось такое количество косметических средств, которые ничем не смогут ей помочь. Очень рекомендовала она вот этот бальзам. Сказала, что она от него в диком восторге. Он очень прост в использовании. Справляется на ура с поставленной задачей. Снимает макияж, не требуя никаких дополнительных усилий. Просто наносишь на лицо пальцами, смываешь водой. В этот раз она заказала себе этот бальзам большего объема, чем предыдущий. Еще она порекомендовала гель для душа. Сказала, что он очень экономичный и его нужно крайне мало для того, чтобы получить большой объем пены и помыться. Я как-то читала статью, в которой было написано, что если в косметике очень много химии, тогда она будет сильно пениться. Это касается шампуни, это касается мыла, это касается зубных паст, это касается стиральных порошков. Я ни на чем не настаиваю сейчас. Каждый суслик в поле агроном. Пишут вроде бы люди, которые в этом разбираются, подписываются, будто они там доктора наук и прочее-прочее. Как оно там на самом деле дело обстоит, я не знаю. Как говорится, за что купила, за то и продаю. Совсем немного было товаров декоративной косметики. Гель для бровей, подводка, подлодка, тушь для ресниц и карандаш. Запоминайте номер, сказала Диана. Так как она уверена, что он просто бомбический. Люди потом будут постоянно об этом спрашивать. Можно подумать, если она сейчас сказала своим подписчикам, запишите номер. То все тут же бросились за карандашами, послушно записали и больше не будут у нее спрашивать. Что же это за карандаш она использовала? Под каким номером? Какой фирмы? Да люди могут просто не смотреть вот это ее видео. Потом в других роликах увидите этот карандаш. В общем, вопросов, как вы поняли, в любом случае не избежать. Это были все ее косметические покупки. Также она еще себе купила куртку. А вот это будет интереснее косметики. Это зимняя куртка или демисезонная. Она держит в руках пакет, а он выглядит как подушка. Небольшая подушка. Она опять купила себе очередную куртежку, которая не годится для зимы и будет ходить, поджимать плечи и мерзнуть. Об этом мы не узнаем в этом видео. Распаковки не будет. Диана сказала, что перед ней всегда стоит такая дилемма. Красиво распаковать для инстаграм или для ютуб. И она всегда склоняется в сторону распаковки в инстаграм. А заранее это нельзя было сделать? Снять вот этот кусочек видео, как она показывает еще запечатанную вещь. Потом снять распаковку в инстаграм и вставить это все в этот ролик в ютуб. Видимо, нельзя. Тогда она не поступала бы, как она сказала, скотина. Цитата автора. Она сама себя так назвала после того, как показала куртку, заранее зная, что распаковки в этом видео не будет. И тогда никаких претензий к ней бы и не было. Я, честно говоря, уже раскатала губежки. Думаю, ну сейчас посмотрим, что там за куртежка и как она будет в ней выглядеть. А ей, видимо, самой уже не терпится посмотреть, какая там пришла куртка. Она слюной буквально и зашла. Пока говорила, во рту прям клокотала. Куртка пришла как нельзя кстати. Так как на улице, сказала Диана, похолодало, а у нее практически нет теплой одежды. Господи ты, боже мой! Бедный ребенок! Она постоянно себе что-то покупает. И в то же время она плачет, что ей нечего носить. Свитера нормального подгорла нет. Те, которые уже есть, имеют неприглядный вид. Горловина, да и сами свитера растянулись. Конечно, она берет себе на три размера больше, чем ей требуется. После стирки, особенно если стирка была неправильной, вещь деформировалась, я вообще не знаю, как сейчас сушат вот эти вот вязаные вещи. Я их не ношу. Раньше такие вещи после стирки сушили, раскладывая на ровной поверхности. Раньше такие были хэбэшные покрывала, на них часто гладили. Еще также сушили вот такие кофты, чтобы они не растягивались и не деформировались. А если она после стирки вешала ее просто так на веревку, Ну, понятно, почему они так быстро пришли в негодность у нее. Пожаловалась на юбку, которую она недавно купила. Она тоже оказалась плохого качества. Она показывала недавно, как у нее буквально перед выходом из дома разошелся замок. Кушать надо меньше. С такой курткой, которую Диана себе заказала, она сказала, что будут очень хорошо смотреться объемные шарфы. Вот как раз-таки яркий пример того, о чем я говорила во вчерашнем своем обзоре. Все люди делают ошибки. Очень многие неправильно произносят такие слова, как банты, торты, шарфы. Все это надо говорить. Банты, торты, шарфы. При этом делают окончание, в общем, как вы поняли, на последний слог. Ну что ж, это бывает у всех и со всеми. А куртку зрителей YouTube, у которых нет Instagram, увидят завтра. Диана обещает нам подряд два влога. Я правильно понимаю? Ну, что делать? Подождем. До завтра мы, люди терпеливые. Это будет не проблематично. Нам будет чем заняться в течение дня. Мы прекрасно подождем и потом уже увидим, что же за курточку она себе приобрела. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!